По сути, это все известные на данный момент вариации. Есть, конечно, еще более профильные такие, как виртуальная дополненность, дополненная виртуальность, но это все достаточно глубоко, и этого мы касаться не будем. Пару слов о нас, чем мы занимаемся. У нас несколько направлений в компании. Мы организаторы самой крупной конференции по технологиям дополненной виртуальной реальности, может быть, слышали MixArt. Кстати, кто вообще знаком, кто может отличить дополненно от виртуальной реальности, понимать разницу? Хорошо. А кто сталкивался, возможно, в работе или еще в каких-то других сферах жизни с технологиями личных? Это, наверное, тестировали вы каким-то образом, то есть какие-то девайсы, гаджеты и марки, например, применялись. Помимо MixArt у нас есть онлайн-площадка, то есть MixArt как онлайн, онлайн-площадка это one.ru. Это слэк-сообщество как раз специалистов большинства российских компаний, практически всех, кто занимается так или иначе этими технологиями. Мы собрали на этой площадке, они делятся опытом, общаются, меняются какими-то кадрами, наработками, технологиями, опытом и так далее. И в то же время бывают, даже находят там инвестиции, заказчиков. И занимаемся как раз образованием. Вот, в принципе, тема, о которой мы сегодня поговорим. Образованием мы начали заниматься в этой сфере больше года назад. На тот момент мы сделали серию воркшопов, обучающих по разработке мобильных приложений, по дополненной виртуальной реальности. Делали на разных площадках, с разными партнерами, с разными лекторами. И выпустили несколько групп студентов, которые с нуля, по сути, с разным уровнем знаний, в программировании в том же, уже могли выпустить какой-то свой готовый продукт, решение, готовое приложение. Сейчас мы занимаемся образованием студентов в вышке. Вместе с ними проходим курс и обучаем их точно так же, как в работе с Unity, создании приложений. Это, пока что, единственное в России курс обучения для разработчиков, который имеет диплом государственного образца. И сейчас у нас как раз параллельно проходит курс по созданию воркоприложения для студентов в Бриканте. Мы видим уже второй курс. Им очень нравится. И ребята, которые учатся на дизайне на том же, которые ни слова не понимают программирование, не знали ни одного языка, сейчас уже выпускают свои готовые приложения. Именно VR под мобильное устройство. И помимо этого, у нас еще есть продакшн, мы сами создаем какие-то решения. Мы больше концентрированы на коллаборации и технологии. Мы называем это фиджитал, фиджитал маркетинг. По сути, это объединение физического и цифрового. Банально на примере, может быть, знаете, что такое интерактивная песочница, но на ней проще всего объяснять. Это реальный физический песок, ванная с песком и проектор с кинектом. По сути, это датчик глубины. Когда у нас песок ровный, у нас все заполняется, допустим, зеленым паттерном. Это трава. Мы делаем там какую-то небольшую ямку, выкапываем, у нас она окрашивается в синей вода. По сути, здесь мы как раз имеем дело с тем, что сталкиваем физический цифровой мир. По поводу АРВ, кто может сходу назвать, допустим, пару примеров о дополненной реальности самых таких, может, массовых, самых таких выстреливших, по сути, в мире? Покемоны? Да, допустим. И это как раз очень хороший пример. Мы рады и не рады, на самом деле, этому приложению, что оно появилось. Рады в каком плане? Что люди стали более компетентны, когда идет разговор с каким-то потенциальным заказчиком или заказчиком. Ему проще объяснить на пальцах, что такое дополненная реальность. То есть раньше мы сталкивались с колоссальными проблемами, когда искали киевого заказчика в 2013 году. У нас был гигантский просто пресел, пока все это объяснишь, пока разживешь, пока человек поймет разницу. И самое сложное, чтобы он понял, что это ему реально полезно будет и пригодится в его бизнесе. Сейчас, благодаря тому, что большой хайп вокруг некоторых приложений, появляется масса различных девайсов DR, AR. То есть это и мобильные устройства, и мобильные устройства, и гаджеты, которые работают непосредственно с компьютерами. И там прототипы первые, самые массовые девайсы, такие как Cardboard, они до сих пор используются частенько на разных мероприятиях, и таких-то промо-акциях. И первые прототипы шлемов до полной реальности, и то, что сейчас мы видим на рынке до полной реальности, например, Microsoft Valens, и ушедшие продукты Google, такой как Google Glass. Все это составляет такую большую гонку, во-первых, внутри рынка, во-вторых, эта гонка выходит за пределы рынка. Во многом, конечно, благодаря именно виртуальной реальности, потому что массовость приобретает технологию как раз за счет того, что люди становятся более осведомлены о том, что происходит на рынке, благодаря тому, что масса развлекательных решений, которые там спорят между собой, гоняются, дают постоянно какие-то новостные вопросы. И люди, которые во многом заинтересованы в приобретении новейших консолей, приставок, они волей-неволей попадают, конечно же, тоже в эту волну, и начинают пользоваться различными устройствами. Ну, с дополненной реальности сложнее, потому что сейчас она находится на стадии, когда применить конкретные технологии в конкретном деле практически, ну, применяют, но мало где. То есть это больше такие серьезные, сложные сферы, такие как больше всего в индустрии и промышленности это применяется. Это неизвестно полезно, это упрощает многие процессы внутри любого производства. Но мы это не видим, потому что это не выходит за пределы производства информации об этом. Поэтому VR, по сути, многие считают, что он будет жить вечно и что он намного более станет массовым, нежели AR. Но многие вангелисты и вендоры технологичных компаний, аэтишных, сейчас сконцентрированы как раз больше на дополненные реальности. Например, дополненные на лучшую, на протечную. Потому что, да, ее можно применять, это, во-первых, не только индивидуальное применение технологии, то есть там вот, где ты можешь в шлеме поиграть просто. Это технология, которая будет позволять, впоследствии сейчас уже, естественно, позволяет, но не в таких массовых, не в таких масштабах, будет позволять взаимодействовать с реальным миром. То есть это действительно настоящие образы, которые, ну, как этот достаточно утопичный такой короткометражный фильм про мир в дополненной реальности. Может быть, кто-то смотрел «Черное зеркало». И «Черное зеркало», да, допустим, это отличный пример, когда мы видим как раз худший сценарий развития общества, который живет уже с технологиями дополненной реальности, не разделен. Когда у людей там появляются различные линзы на глаза, которые трекают все, что происходит вокруг, видят рейтинги друг друга, и масса всего страшного происходит, допустим. Или вот так вот может быть завален абсолютно стол и улица рекламы, когда человек идет и раздвигает там баннеры различные рекламные и так далее. Вот, но на самом деле как раз массовость применения конкретно в этом. И когда сама технология дойдет до пика максимальных возможностей, которые сейчас уже, в принципе, точечно применяются, но нет какой-то единой, нет единого устройства, какого-то гаджета, который мог бы носить каждый, который стал мобильным телефоном неким. Многие в эту сторону смотрят, то есть первая попытка там была тот же Google Glass, Microsoft-овский. Но почему он не выстрелил? Наверное, потому что они хотели быть первыми именно. То есть целью не было создать продукт, который будет действительно массово использоваться, а целью было обозначить себя как компанию первую на рынке, которая произвела такой носимый гаджет и который не оправдал ожидания, естественно. То есть если там посмотреть промо-ролик того же Google Glass, достаточно все выглядело здорово, но на практике оказалось не совсем так. Ну и, кстати, к слову о HoloLensi. Кто-нибудь тестировал HoloLensi? Мы увидели его. На самом деле мне показалось, ну то есть я ожидал большего. Это круто, безусловно, и мне очень понравилось, но все равно есть какие-то технологические трудности, барьеры, с которыми приходится сталкиваться в процессе использования самого гаджета. Потому что, например, банально то, что мы видим в дополненной реальности, мы не охватываем, как казалось бы, сам внешний вид устройства может дать такое понимание, что мы будем полностью видеть реальный мир. И дополненные объекты, куда не посмотрим. На самом деле достаточно маленькое окошко у того же HoloLensi. И все, что мы видим, мы видим конкретно, то есть если мы взгляд там куда-то вправо-влево, то мы уже не увидим, то есть есть реальный экранчик, в общем такой, который достаточно ограничивает. Но при этом все равно сейчас под HoloLensi пишется, в том числе и в России, уже есть компания, которая пишет какой-то софт и достаточно полезный софт. То есть впоследствии это будет действительно таким устройством, на котором, возможно, будет пройден очень большой кусок вот этого пути человека к тому, чтобы начать применять, использовать дополненную реальность в полной мере. Вот это, допустим, как там на производстве применяется, это сейчас во многих мировых крупных компаниях, и неважно это промышленности или это такие компании, как Amazon, IT-компании. Во многих компаниях сейчас технологии дополненной реальности находят применение, уже сейчас. Изначально вообще сама дополненная реальность, допустим, это как бы тоже к вопросу обучения, пришла во многом из военной сферы, когда военные столкнулись с проблемой, когда человек должен охватывать достаточно много информации для того, чтобы еще она была вся перед глазами, то есть те же летчики, которые могут не сильно отвлекаться там на все, что происходит на панели управления и могут видеть большую часть информации в своем шлеме, по сути, до полной реальности. И сама технология находит применение как в военной сфере, в медицине в том числе, и в обучении, в образовании. У нас в России, к сожалению, сейчас в школах, ну, может быть, это вопрос, конечно, времени, в тех же школах, каких-то общеобразовательных учреждениях, есть только единичные случаи, когда сама технология находит применение. Но в американских школах во многом сейчас уже и в виртуальной реальности дополненная применяется очень активно, то есть даже в общеобразовательных школах, в профильных, если так можно сказать, лицеях и колледжах тоже уже применяется активно целая программа, внедрены преподавателями, профессорами, которые помогают людям, студентам и школьникам лучше погружаться в саму сферу, в которую они планируют дальше заниматься профессионально. То есть это касается и медицины, мы попозже еще к ней придем, и дизайнерских, промышленных решений, промдизайнеры различные, творческие профессии, художники. А сейчас дети там очень активно в это во все погружены. Но в России, как я уже сказал, есть единичные случаи. Вот, например, очень хорошая VRR Lab, кстати, это сейчас они уже немножко по-другому называются, Cerebrum, но одна из сильнейших команд в России, которая проводила такой и анализ, и одновременный эксперимент, проведя для 153 участников урок по физике, где все, кто принимал участие, отвечали, во-первых, на три вот этих вопроса. Это насколько хорошо усваивается учебный материал, каково отношение детей к обучению VRR, и какие школьные предметы предпочтительны. И то есть 148 респондентов из 153 желали бы дальнейшее применение, что уже хорошо. Это действительно говорит о каком-то положительной тенденции. И усвоение материала тоже прошло достаточно хорошо, сравнительно. Здесь нет, конечно, цифр, как тот же самый материал усваивал с этими же людьми там вне VRR, но конкретно виртуальная реальность сыграла очень положительную роль. Похоже, мы поговорим о плюсах и минусах внедрения подобных решений, технологий в образовании. Также еще одна российская команда Redivision. Ребята тоже большие молодцы, они сотрудничают с массой образовательных учреждений, школ, институтов. Мы делали совместный курс по обучению, у них есть свое ПО, чего в России практически никого нет. Это Toolbox, очень простой инструмент, на базе которого человек даже с маленькими, небольшими компетенциями в области программирования может сам создать некое решение, приложение под дополненную реальность. То есть у Redivision был большой опыт уже внедрения это и в музейные экспозиции, где тоже самое происходит как бы обучение людей, детей, которые приходят туда и смотрят. То есть материал действительно усваивается гораздо лучше, когда он интересно подан, когда он визуализирован с помощью технологий и когда это все превращается в игру. Соответственно, для детей это гораздо интереснее. То есть самые простые банальные опыты по физике или химии, когда нам нужно смешать два элемента, два вещества, чтобы получить что-то еще, гораздо лучше, быстрее усваиваться, запоминать с детьми, нежели когда это все происходит по классической программе. Это не исключает, что мы не должны полностью переходить на IR-гар обучение, просто такие опыты, такие уроки, они, когда внедряются, это гораздо лучше, когда так происходит. Также одна из российских команд разработала курс английского языка в московских школах, но, по-моему, они не внедрили это ни разу. То есть здесь суть была в том, что ребенок попадает в закрытое, грубо говоря, помещение, то есть в VR-комнату, где он, глядя на разные предметы, дает им правильное или неправильное название. Здесь большой такой плюс и преимущество этого, что ребенок, тем более сейчас в наше цифровое информационное время, дети менее собраны, менее сосредоточены на чем-то одном, внимание сейчас постоянно у них переключается, и переключается оно с большей интенсивностью, нежели там у поколений 10, 15, 20 лет назад. В этом плане большое преимущество виртуальной реальности в том, что ребенок не видит отвлекающих факторов, он находится в игре, он видит игру, он видит только конкретно то, с чем он должен взаимодействовать. И такой вариант взаимодействия, он очень привлекательен, то есть в плане того, что дети действительно будут гораздо быстрее усваивать.